Как на сайт под управлением Elementor красиво вывести форму от контакт форм 7? Подробнее в этом видео. Итак, в прошлом видео мы с вами настраивали контактную форму, именно админскую часть, именно самые важные параметры, чтобы форма отрабатывала нормально. Пришло время поговорить и сделать внешний вид формы, но мы не можем ее так же легко настроить, как кастомайзер самого Elementor, так как это отдельный, абсолютно не имеющий отношения к Elementor плагин, то есть контакт форм 7, и для этого мы прибегнем к специальному плагину, который позволит нам так же удобно и красиво оформить дизайн формы, так же как мы с вами делали Elementor. Перейдем в админку нашего сайта, и прежде чем мы займемся формой, всегда обращайте внимание вот сюда. Возможно здесь есть какие-то обновления, давайте посмотрим. У нас недавно обновился Elementor, и естественно тема Hello от Elementor, вы можете видеть, что тоже обновилась. Давайте обновим и тему тоже. Итак, тема у нас успешно обновилась, теперь переходим к плагины, добавить новый. В поле поиска плагина вбейте вот такое вот название. Вот этот плагин. На самом деле там много аддонов для Elementor, но мы воспользуемся только аддоном для контакт форм 7 в рамках данного мини-сериала. Нажимаем установить данный плагин, следующее мы нажимаем активировать. После активации нас сразу же переносит в настройки данного плагина. Давайте посмотрим. Здесь представлены платные и бесплатные версии дополнений к Elementor. То есть платные именно от этого плагина. У платных плагинов здесь пометка Pro, и естественно мы их включить не можем. Если вы новичок, и вам включение множества дополнительных плагинов на первом этапе будет как бы мешать, потому что они все сейчас располагаются в Elementor, вот все, что здесь включено вот этими ползунками, вы можете здесь нажать на красную кнопку Disable, то есть выключить все, вы видите, ползунки переключились, и сейчас все дополнительные плагины для Elementor отключены. Давайте найдем плагин для контакт форм 7, вот он, видите, так и называется, контакт форм 7. И включим только его. После этих манипуляций мы нажимаем вот здесь на кнопку Save Setting, сохранить настройки. В принципе мы сюда заходить больше не будем, мы будем работать с Elementor и с дополнительным аддоном для контакт форм 7. Переходим с вами на страницы, все страницы, в режим редактирования Elementor. Обращаемся к нашим плагинам, прокручиваем вниз. После установки и активации нового плагина, вот здесь у нас появляется, видите, новый плагин, как раз таки для контакт форм 7, Customizer, и нам его нужно разместить под нашим Call to Action. То есть мы просто так же перетягиваем в эту колонку вот так вот этот плагин. Чтобы здесь наша форма появилась, которую мы с вами создавали в прошлом видео, вот здесь вот в настройках вы выбираете нашу единственную вот эту форму, которую мы делали. Выбираем. Она у нас здесь появляется. Пока вот в таком виде. Нажмем обновить. Нажмем на глазик предпросмотра страницы. То есть она уже выводится. Вот кнопка тоже есть, получить консультацию. У нас осталось только настроить внешний вид. Чтобы это выглядело примерно вот так. И давайте займемся внешним видом. Здесь мы переходим в стиле. Здесь вы можете видеть достаточно много возможностей. Все будем проверять. И все здесь на английском языке. Заходим сначала в фонт Customizer. Здесь кликаем по кисточке и цвет. Вы выбираете свой, я выбираю свой. То есть вот мы уже фон покрасили. Далее спускаемся ниже форм Padding. Внутренний отступ. Сверху я делаю 20 отступ. В моем случае. Все остальные стороны. Я делаю 15. То есть вы видите отступание вот этих полей. От левого и правого края. От верха и от низа. Дальше. За нашей формой есть легкая тень. А это что позволяет выглядеть ей такой объемный. Поэтому если хотите тень. Здесь же в самом низу. Вот тень объекта. Просто по карандашу кликаем. Уже тень появилась. Следующий. Input и Text Array. Background Color. Это цвет заливки вот этих вот белых полей. Куда вот так вот вводится текст. Ну обычно я делаю. Вот видите они темные стали. Немножко таким вот желтоватым. То есть прям едва-едва. Здесь на ваше усмотрение. Можете не трогать из поля. Дальше Text Color. Цвет текста тот который набирается в поле. Вы видите он сейчас зеленый. Естественно делайте тут свой. Padding. Внутренний отступ вот этих полей. Я делаю везде 15 пикселей. То есть чуть потолще. Сворачиваем эту вкладку. Переходим с вами Labels. Здесь я делаю цвет белый. Сразу вы можете видеть. Это заголовки вот эти. Вот эти вот заголовки. Далее мы с вами переходим сразу с Submit Button. Это кнопка получить консультацию для формы. Сразу ширина. Full ширина. То есть вот такая вот во всю форму я считаю симпатична. Background Color. Ну я выставляю я считаю цвет желтый для кнопок должен присутствовать. То есть все кнопки по идее должны быть желтые. С точки зрения интернет маркетинга. Ну как бы не обязательно. Но желтые кнопки работали по крайней мере раньше лучше. То есть конверсия была выше только за счет цвета. Соответственно красные буквы мы не оставляем. Ниже Text Color я выбираю темный. На желтом хорошо смотрится. И Padding. Внутренний отступ. Сверху я выбираю 13. Справа 10. Снизу 13. Лево 10. То есть вот так вот потолще делаю кнопочку. Далее Margin Top. Вы видите вот этот отступ от формы. Я делаю 15 пиксель. И если нужна тень объекта, кликаю по карандашу. Небольшая тень у самой кнопки. Теперь кнопка вот здесь Hover. То есть при наведении она должна быть интерактивной. Сейчас у нас она одного цвета. Поэтому Hover, Background Color я делаю желтый, но чуть светлее. Таким образом она немножко, видите, светлеет при наведении мыши. Ну и если хотите чуть больше размер текста на кнопке. Возвращаемся вот здесь вот Normal. Типография. Размер. Вот он, видите, размер слишком большой делать не нужно. У меня это 25. Вот что я еще забыл. У нас небольшой отступ от полей. Смотрится лучше текст вот этого. У нас же текст прижимается. Давайте тоже это исправим. Это у нас Labels. В типографию. Интрельяж. Вот видите, отступает 1, 5. Я делаю. Вот так вот уже смотрится лучше. Но теперь у нас от низа кнопки слишком маленький отступ синей подложки, нежели здесь. Мы с вами возвращаемся вот в верхнюю вкладку. И вот где тут отступ Padding низ, я делаю не 15, а 25. Видите, немножко отступ становится больше. Теперь смотрится очень симпатично. Теперь, что касается полей, именно возникающих при неправильной отправке формы, при успешной отправке. Там же тоже есть цвета. Давайте посмотрим, как они сейчас выглядят. Например, я что-то неправильно заполнил. Нажимаю получить. Да, в админке это может не всегда быть видно. Сохранитесь. Пойдите на сайт. Обновитесь. Давайте как-нибудь заполним неправильно поля. Получить консультацию. То есть вот о чем идет речь. Здесь у нас красным не видно. Здесь серым. На синей подложке не видно. Это у нас вкладка Errors. Text Color у меня это такой вот красный. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. И Background Color тоже красный. Вот на этой вкладке Background Color я выбрал. Отображение зеленого цвета. Давайте сохранимся. И попробуем еще раз допустить какую-нибудь ошибку. То есть вот здесь вот красным. Ну, можете сделать белым. Ну, обычно предупреждение всегда красным, если что-то неправильно. Вот здесь у нас красная подложка. Ее теперь видно. Так, ну и белый текст, чтобы был виден. Вот здесь вот Text Color. Я выбираю белый. И на этой вкладке тоже Text Color белый. Здесь белый стоит. Давайте еще раз посмотрим. Неправильно заполню форму. Получить. Ну, то есть вот он. Белый цвет. На красном лучше видно, нежели если это был бы черный. Теперь контрольная проверка. Вообще отправляет ли форма на почту заявки? Давайте проверим. Напишу имя. Напишу правильный e-mail. Нажму получить консультацию. Обращаем внимание сразу, что здесь вот этот текст не читается. Я сейчас вам покажу, как его править. Сразу вам показываю, что письма доходят. Вот то, что я писал. Письмо с сайта. Здесь от Федора. И почта, через которую вы сможете связаться с этим клиентом. И обработать заявку. Что касается вот этого сообщения. Я все проглядел. Я не нашел настроек в данном аддоне здесь. Для этого сообщения. Если вдруг я все-таки проглядел и вы ее нашли. Я буду вам признателен, если вы напишите в комментариях, где это правится. Но я пойду другим путем. И покажу вам, как сделать так, чтобы это читалось хорошо. То есть сейчас это сообщение всплыло. Правой кнопкой мыши по нему кликаем. Здесь вам не видно. Давайте я вот так вот сделаю. Просмотреть код элемента. Вы сразу можете увидеть вот такую конструкцию. CSS класса. То есть вот это вот зеленое. Это у нас рамочка. Кликайте прямо здесь, вот по этому квадратику цвета. Можете просто посмотреть. Например, сделать ее вот такой желтой. Вот видите, как она здесь сразу желтой помечается. А чтобы текст сделать белым. Потому что белый здесь будет хорошо смотреться. На синей подложке. У нас станет белый. Смотрите, вы прямо вот здесь мышкой кликайте. Видите, у вас вот тут в браузере начинает мигать область такая. Пропишите там, вот как я написал. Color, двоеточие, решетка и 6 букв F. Это подставится цвет к нашему тексту. Я сейчас пользуюсь браузером Opera. Вы можете это видеть. Также в Chrome у нас ситуация похожая. Смотрите, видите, у нас тут теперь все видно хорошо. Белый текст с желтым обрамлением. Но это еще не работает на сайте. Это только внешне мы видим, что у нас это применилось. Вам прямо отсюда, чтобы... Но если вам лень от руки вот эту конструкцию прописать, я просто вам покажу. Смотрите, вот так вот копируете все целиком. Копировать. На всякий случай откройте блокнот. Проставьте этот код, чтобы вы видели его здесь. То есть вот такая вот конструкция. Нам нужно ее установить прямо на сайт. Тогда это будет работать так же, как сейчас мы это видим. Вот так вот я это копирую. Это можно закрыть. Переходим в настройки. Переходим в консоль. Данный код мы проставим в нашей теме. Переходим в внешний вид темы. Переходим в настройки нашей темы Hello. Переходим в дополнительные стили. Кстати, у нас будет отдельный урок про настройки данной темы. Вот сюда вот проставляем данный код. И с этих пор у нас будет этот текст под формой выглядеть читаемым. То есть мы прописали код. Нажимаем опубликовать, не забываем. То есть вот это вот изменение. Желтая рамочка, белый текст. Через 15 минут наш менеджер свяжется с вами. Теперь это будет на этой форме у вас так выглядеть. То есть читаемо и красиво. Мы с вами закончили настройки отображения. Контакт форм 7 через Elementor. Полный видеокурс по Elementor Pro для начинающих. В данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том, как создать профессиональный сайт на Elementor Pro версии. Пройдя этот курс, вы станете настоящими профи в создании сайтов. Я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Прямо сейчас вы можете перейти к следующему видео, где я покажу, как правильно соблюдать закон и обязательный параметр всех форм вывести вот такую вот ссылку, чекбокс, о защите персональных данных. Как это все сделать, подробнее в следующем видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...